Продолжение следует... Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня приготовим три салата без майонеза, но настолько вкусные, что они покорят любого. Поехали! Для первого салата нам понадобится свекла. У меня она не крупная, поэтому 6 штук. Если большая, то можно 2-3. Половина граната, зерна, 150 граммов сметаны, 1 зубчик чеснока, пол чайной ложки меда, пол чайной ложки горчицы неострой, 1 чайная ложка винного или яблочного уксуса, ну или любого 9% соль и черный перец Чистую свеклу отправляем запекать в духовку при температуре 200 градусов около часа-часа двадцати. Займемся соусом. Он очень похож на майонез, но гораздо менее калорийный. Смешиваем сметану с горчицей, с черным перцем, с уксусом, медом и солью. Вот здесь нужно дать ему будет постоять, потому что мед будет растворяться достаточно долго. Как раз пока все это испечется, остынет свекла, соус и настоится, и мед растворится. Попробуйте на соль, на сахар потом и отрегулируйте по своему вкусу. А дальше все совсем просто. Свеклу режем мелким кубиком, сюда же добавляем зерна граната. Чеснок по вкусу, можете добавлять целый зубочек или только половину, и заправляем все это вкуснейшим нашим соусом. Соус реально бомба, друзья! Перемешиваем. Салат готов! Вот так легко и просто и невероятно вкусно. Это один из самых любимейших моих салатов из свеклы. Причем вы можете варьировать вкус, выбирая гранат. Выбираете темно-красный гранат, будут кислые зернышки с таким ярким ароматом. А более светлый гранат даст сладкие зерна и будет сладкий вкус и салата. Очень рекомендую! Вы полюбите свеклу, если попробуете приготовить. Второй салат будем готовить из картофеля. Это мой самый любимый салат. И каждый Новый год я его готовлю обязательно. Нам понадобится 800-900 граммов картофеля, 1 луковица, 2 зубочка чеснока, острый перчик, я взяла летний, свой замороженный, 200 мл воды, 40 мл растительного масла, 2 столовые ложки уксуса, у меня винный, пол чайной ложки паприки, 2 чайные ложки соевого соуса, чайная ложка кориандра, чайная ложка соли и 2 чайные ложки сахара. Первым делом нарезаем луковицу тонкой соломкой. Заливаем его уксусом и отставляем в сторонку для маринования. Картофель натираем на терке для моркови по-корейски. Вот в такую соломку. Натертый картофель хорошо промываем в холодной воде. Прямо меняя несколько раз воду, чтобы весь крахмал, а его посмотрите сколько, ушел. В большой кастрюле доводим воду до кипения и добавляем столовую ложку соли. Сюда же отправляем промытый картофель. Будем варить его частями. Как только вода закипит, считаем буквально до 10 и достаем картофель, сразу погружая его в холодную воду. Картофель должен остаться таким слегка-слегка хрустящим, непереваренным, иначе он будет ломаться. У нас на канале есть рецепт такого же картофельного салата, только с мясом. Вообще, конечно, это вариант корейской камдичи. Там я его готовлю на масле. Сейчас будем готовить рассол. Я смешиваю соль, сахар, воду, соевый соус, паприку, кориандр и растительное масло. Единственное, что кориандр, перед тем, как смолоть, его лучше подсушить на сковородке. Тогда он будет ароматнее. Рассол кипятил, дожидаясь, пока растворится соль и сахар. Когда картофель остынет, откидываем его на дуршлаг и сверху уже отправляем маринованный лук. Сюда же сверху отправляем чеснок. Поливаем картофель и лук кипящим рассолом. И все хорошенько перемешиваем. Даем салатику настояться как минимум минут 30. Мы нарезали его тонко, поэтому он очень быстро пропитается всеми ароматами. Попробуйте, кстати, на данном этапе. Соль, сахар и кислоту лучше регулировать по своему вкусу. Точно так же по своему вкусу регулируйте и остроту. Можно добавить побольше острого перца. Замороженный отлично натирается, кстати. Или поменьше, как вы любите. Получается такой салат очень вкусный, в меру острый, кисло-сладко-соленый. И к тому же не все догадаются, из чего этот салат приготовлен. Очень рекомендую. Для третьего салатика возьмем полкило капусты, одну небольшую морковь, половина болгарского перца, 250 мл воды, 40 г сахара, чайная ложка соли, по 50 мл растительного масла и уксуса винного или яблочного. Два зубчика чеснока, несколько горошин черного душистого перца, лавровый лист и все. Для этого салата не обязательно покупать дорогущий зимний перец. Можно использовать и тот, который вы приготовили с лета. Ароматный летний перчик сюда отлично подойдет. Капусту тонко шинкуем. Добавляем сюда же морковь, которую потерли на корейской терке. Ну или можно порезать ее точно такой же тонкой соломкой. Сюда же перчик сладкий. И все хорошо перемешиваем, не приминая капусты. Вот так, как мы солим обычно и мнем капусту, так здесь делать не нужно. Просто аккуратно перемешаем. Выложим сверху горкой чеснок, пропущенный через пресс. И займемся рассолом. Для него смешиваем все оставшиеся компоненты. Масло, воду, уксус, перчик и лаврушку. Сюда же сахар, соль. И все это доводим до кипения. Полученным рассолом заливаем капусту. Льем прямо на чеснок. Еще раз все перемешиваем и оставляем остывать. Прямо здесь на столе. Ой, какие ароматы, вы бы знали. Просто что-то невероятное. Оставляем салат настаиваться всю ночь. На следующий день салат фантастический. Капуста хрустящая, очень вкусная, ароматная. И вот этот маринад, он прям волшебный. Друзья, обязательно пробуйте. Вот такие три чудесных салата у нас с вами сегодня получились. Без майонеза, простые до безобразия, из сезонных продуктов. К тому же и стоят недорого. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Пока! Продолжение следует...